Ну да, живу в Петербурге, я оттуда приехал сегодня, немножко в таком невысловшемся состоянии, две ночи без суммы перед отъездом. Ну ладно, чем мы будем завтра заниматься? Мы будем, и завтра вообще, и последующие дни, сколько на дни, так сказать? Десять. Десять, о, десять дни. Первые два дня мы будем заниматься работой с целями, как с научными словами говорится, с целью полагаемой. Но мы будем заниматься не теми методами, которые привыкли слышать мы все, не вот эти вот завтра, не все, девички. Мы будем заниматься технологией, которая работает много-много тысяч лет. Это технология, слышим, наверное, про горославных монахов, да? Вот это оттуда. И основная задача вообще в ближайшие десяти дней устойчиво научиться устойчиво нарабатывать состояние «Я». То есть из состояния человек начинает, в состоянии, вернее, человек начинает творить. И если человек не оказывается в том состоянии, которое нужно для достижения цели, например, да, то эта цель не получается, не задается и ничего хорошего не происходит. Историю «Нужна» православных монахов рассказать? Я сказать. Интересно, нет? Интересно. Я в своей жизни, ну, поменял мне жительство, и случилось так, что я оказался на несколько лет в Петрозаводске, это Карелия, столица Корейской Республики. И там интересно, вот населись, наверное, везде так. Руководство Республики состояло сплошь из приезжих людей с юга, не из кавказцев, нет. С Ростова, с Краснодара, там, с Воронежа, ну, то есть с таких городов. И только глава был местным карьером. Ну, по-другому было смешно, на самом деле. Взяли и отменили украинских жителей, там, вообще на задней стенке. Я познакомился с руководством с этим, с внучком там, его звали Александр, он занимался образованием в Республике. Он мне выписывал книги из каких-то там потайных библиотек и так далее, и так далее, и так далее. И через него я познакомился с институтом монастыря. Там, в Карелии, мне нужно зовут Мавстырь, мне нужно зовут Мавстырь, потому что я не знаю, где он сейчас не живет, но не хорошо они там живут. Здравствуйте. И мы как-то сошлись, знаете, люди на одной волне, да? Мы как-то сошлись с этим человеком, я часто к нему приезжал, да, в монастырь, и мы уходили пить по столбочке чая, разговаривали на любые темы. Продвинутый был, почему-то слово «входит», может скончался уже. Продвинутый такой, очень современный человек, и он мог говорить на любые темы. Вот обычно он как, если священнослужитель, то эзотерик – это все. Нет, он совершенно спокойно разговаривал об эзотерике, об энергиях, о судьбе, о чем угодно. Про религию вообще даже не касался, никак не касался. Веру да, религию не трогаю совсем, потому что мы давай не будем трогать эту религию. И как-то в один из вечеров я спросил, а чем монастик здесь занимается, кроме того, что картошку сажают. И он мне приносит четыре книжки. Они вот такой толщины, эти большие книги. И эти книги были посвящены работе монаха с молитвой. Четыре книги, представляете? Они были написаны на старославянском языке. И для нас, современного человека, старославянский язык – это китайская грамота. Китайская грамота. Первая книга – совсем старославянский язык. Там же ни какого слова в России вообще не было. И слова не разделялись. То есть, в одну строчку в двух кругах. Таким языком было написано первое книги. Вторая, третья, четвертая – уже там слова разделялись по-разному. Какая-то фотография. И он ни слова не говорит, там кладет эти книги на стол. То есть, надо читать. И самое обидное было то, что секретное на секретном. И вот я где-то три года ходил книгу, читал вот эти все эти книги. Первая книга делась с огромнейшим совершенно другом. Но потом проще, проще, проще и проще. Вам ближе Польша, да? Вы чаще там бываете в Польше, чем где бы ни было. Вот в Польше вы приезжаете туда и вам интуитивный язык понятен, да? Вам не надо практически учить язык. А он нам вообще, славян. Польский язык, кстати, самый близкий к старославянскому языку. В этих книгах самая большая сложность была, а звука была другая. Написание, вернее, букв было другое. И вот понять, что это за буквка и как она звучит, вот в этом сложном было. А потом уже интуитивно эти книги начали читать. Так вот, потратив несколько лет на изучение этих книг, в итоге я сделал конспект из них. И там получилось несколько страничек А4 формата вот такого вот текста. Когда я все это дело закончил, я снимал эти листочки, я вам прочитал их, у меня глаза немножко отруглились. Он говорит, ты первый человек, который смог вот так вот, для понятного, для обычного человека, донести суть этой книги, этих трудов. И так это взорвалась система правоославных монах на достижение цели. И эти книги были сплошь, сплошь посвящены состоянию. И что происходит на молитве? В определенное время, в определенном месте, собираются люди, и происходит обращение, то есть чтение молитвы. А молитвы бывают не вот такие, а бывают вот такие. Я сам, вот с его слов, есть у них молитва, которая читается 6 часов. Беспрерывно. Можете себе представить, да? И вот когда молитва читается, человек проваливается в состояние, вот эти вот сабнангулы, с медитацией, там, вот, они это так не называют, безусловно. Вот, они оказываются в этом состоянии, и в этом состоянии они общаются с тем образом, которого обращаются. Монахам проще, у них образы готовые, иконы, святые, да? Они обращаются с определенной, там, просьбой, там, или там, с какой-то целью. Но, у нас задача сейчас стоит немного сложнее. Нам нужно, мало того, чтобы научиться в качестве состояния, нам нужно научиться создавать образ того, чего мы хотим. А для того, чтобы создать образ того, чего мы хотим, нужно минимум знать, чего мы, собственно, хотим. Из моего опыта работы, опыта уже довольно большой, там, уже в недвадцать пять лет я перевалил больше лет, в смысле, я понял, что основная масса человеческого населения Земли не знает, чего хочет. И потом говорят, вот, у меня жизнь плохая, вот, у меня удачи нет, вот, у меня там, а чего хочет там? Он смотрит тупыми глазами, говорит, не знает. На самом деле, вот эта вот система православных монахов, она такая получилась очень универсальна, она просто фантастически работает на материальном мире, просто фантастически. очень хорошо работает с привлечением партнера в жизнь, просто на самом деле. Очень хорошо работает на получение, там, каких-то материальных благ, там, машина, дача, кляча, еще что-то, еще что-то, да? И, работая по этой системе, вот, мы же как привыкли, а, не получается, надо что-то проработать, надо что-то в себе найти, чтобы как-то выковырнуть и потом пойти дальше, и вот повернуть налево, нет, надо подняться вверх. И вот такие вот длинные-длинные пути, такие очень взаимословатые, работая в этой системе, этого всего делать не надо. То есть, входя в определенное состояние, мы оказываемся напрямую, на прямой дорожке с подсознанием, с нашим подсознанием. А подсознание там уже, чик-чик-чик, и никакие блоки там уже не мешают. Я потом дам, на что нужно обращать внимание. Еще очень важный момент, система православных монахов, она, слышали такую фразу, что моя цель, не моя цель, там внедренная цель, еще какая-то, да, там это все отменяется. Совсем не важно, ваша, не ваша, любую цель можно таким делом закончить. У меня клиентка, Саша, девушка, была. Трудоголик, просто до мозга костей. Вы слышали «Яндекс.Такси», да? Вот такой вот там у нас в России ездит. По крайней мере, в Москве и Тербург, где-то куда-нибудь поменяли, через «Яндекс.Такси». Вот она создавала эту историю. И в одной из своих поездок в Москву она пронакомилась с каким-то основателем Сколково, тоже знаете, что это такое, да? И влюбился в него. И вот она приходила ко мне, вот, 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 вот. А у него история такая тяжелая была. Совсем короткое время, до знакомства с Сашей, он похоронил свою жену, она была от рака, вторая была от рака, первая была. И ему было очень тяжело, вот, работа по этой системе, она все-таки, они вернулись. К сожалению, совсем не так. Он написал с такой большой благодарностью. У меня это, до сих пор это ощущение, такого восторга некого. Присутствует сейчас, вот, я сейчас вспоминаю. Другая девочка, ну, скажу так. Полгода девушки в ЗАГС. Полгода девушки в ЗАГС. Это тот самый большой срок, который есть в ЗАГС. Это вот полгода-десяти минута. Месяц, и девушки говорят, я заказала хернёк. Две. Девушки по полгода начали. Ну, все же девушки, ну, как можно. Семь месяц. Что касается мужчин, мужчинам сложнее. Скажу почему. Потому что у мужиков более узкий взгляд на жизнь. Они в ЗАГС. Что? Они в ЗАГС. Ну, наверное. Лишь посуды надо брать, да? Алиры надо брать. Вот, вот. Вам нравится? О, мой. Пошли. У женщин такое взгляд более широкие. Ну, по природе женщин, девушкам, они обязаны так широко. А мужик вот такой, узколобый такой, федолобый. Вот увидел цель, не знаю, преграда вот трётся по одной линии. Или видит, что можно сделать шаг справа и пойти более коротким путём. Ну, такая биология, физиология, не знаю, как сказать правильно. Такие вот деревянные мужики. Ну, что я делаешь? Для этого вы, чтобы изменить, вот я имею в виду мужское население этого зала, сюда пришли и надеялись, что пойдет дальше. И вы же не просто так, если оказываетесь, да? Случайностей в этой жизни не как мы уже все знаем. Это по монахам, я думаю, достаточно, да? Как бы, заинтриговал немножко, да? Вторая часть, большая часть, огромная часть нашего семинара, 10-дневного такого марафона, это мы будем работать... Есть у меня такая практика, в которой... Пример. У человека что-то не получается, да? И поэтому есть причина. Вот у нас какая программа стоит? Нужно сначала докопаться... Нет, не так. В основном идут по следующему пути. Сначала проваливаются в род. Смотрят, а какие проблемы там в роду у него, да? По мужской или по женской линии, по маме или по папе. А какой там... Ну, это... Что там... Тати какие не будет? Тати, знаете, что такое тати? Бандиты. Да. Которые в лесах там промышляли с этими штихтенями. Там какой-нибудь там солдат... Самое интересное... Вот... Пациентов 70, наверное, те, кто проваливаются в род. Короли... Да королевы... Какие-то лыцари... И еще чего-то... Ну, такие там герои... Такие... Или... Ведьмы сожженные на кострах там... Ну, просто сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Ну, это такая... Обычная... Такой путь, который у нас... Происходит. С этим работаем. Потом смотрим там... А, здесь вот... Здесь какой-то затык происходит. Так, у меня надо чего-то в голове поменять. Хорошо, если в голове, а то еще где-нибудь. Ну, это такая длинная-длинная цепочка, которая порой растягивается на несколько лет. В той... Технологии, которой мы будем заниматься... Следующие... Восемь дней. Восемь? Да. Восемь дней. Вот этих всех поисков проводить мы не будем. Опять же... Состояние. Технику безопасности. И уже... Будем работать непосредственно с образом проблемы. Через энергетику. Ну, потому что никто такого на рынке не дает, я тебе сразу говорю. Я чего ж тебя сюда дергаю? Такого никто не выдает продукты. Это ж очень быстро. Через энергетику. Смотрите. Вы все прекрасно наверняка знаете. Где внимание человека, там его энергия. Вот если мы сейчас повспоминаем, о чем мы думаем. Мы, как правило, думаем либо о прошлом, либо о будущем. И вот делайте вывод. Где наша энергия вся? В прошлом и будущем. Сливаем в помойную яму. А потом говорим. Сердце болит. Силы хватает. Утром не могу проснуться. А почему? Да потому что всю энергию слили. Неизвестно где она болтается. И она же больше не вернется. Я же ее каким-то образом восстанавливаю. Так вот, там и будем учиться сохранять внимание. Там и будем учиться находиться в состоянии здесь, сейчас. Без труда и шлипку штруда. Это все надо тренировать. Тренировать. Ученые мужи говорят о том, что практика записывается на подкорку в среднем, через 21 день. То есть, если вам чего-то интересно, если вы хотите развить какое-то качество в себе, это качество нужно тренировать как минимум 21 день. И тогда оно будет работать через автоматическое движение. У кого меньше, у кого лучше. Это средняя такая цифра. Так вот, мы будем заниматься вхождением в состояние, мы будем заниматься техникой безопасности обязательно. Просто обязательно, иначе будете увагироваться не туда, куда надо, и получать не то, что нужно. Мы будем заниматься концентрированием внимания, и мы будем... Как это правильно сказать? Что понимает? Мы будем... Ну так, расшифровывать тот образ, который у нас будет появляться. По первой части, по целям, нужно прийти уже хотя бы с примерным, маленьким списочком ваших целей. На вторую часть нужно прийти со списочком побольше тех вопросов, не знаю, по здоровью, или еще почему-то, которые вы хотите разрешить. И очень просто, очень вам рекомендую эти списки сделать. Почему? Потому что групповая динамика, это бомба. Это просто бомба. Если работает один человек, это один человек. Если работает два человека, то в энергетике, это уже четыре человека. Понятно, да? А если соберется там человек десять, то это... Не захочешь там прочистить, промыть мозги. Следующее. Мы там будем заниматься вот этой самой восстановлением своей собственной энергетики. Я в этот раз, ну, две ночи-то и не спал. Чего-то мне заклинило. Характерники, знаете, такие характерники? Казаки, да? Слышно? Вот у них есть... По сути, по своей характерник, это казак без оружия. Он работает чисто на энергетике. И в одном военном подразделении, небольшом там, рот, или как там, я не вдавался в подробности, как там казачьи военные части делятся. У них есть, как правило, один характерник. И этот характерник начинает работать с ситуацией, то есть с будущим боем, за несколько дней. И этот бой либо происходит, либо не происходит. Если происходит, то уже, как бы, в пользу казачества. Чем задача характерника? Если начинается бой, ввести противника в состояние паники. И он это делает, да, у него шашка есть, да, у него есть тяжел, попаха, там и все остальное, там, все это у него есть. Но он это не использует. Он работает на энергетике. А чтобы уровня, вот такого уровня энергетики достичь, у них это называется прожечь себя. А для того, чтобы прожечь, нужно выполнить всего лишь одну дыхательную практику. Вот эту практику мы с вами тоже делаем. Выжигается все. Я этот термин характерник говорю. Выжигается все. Вот если, что такое биополе знаете, вот если в биополе есть какие-то радуги, помутнения, серости, чернота, вот это, после этой дыхательной практики, это, ваше биополе становится ярко, ну, не белого, ну, ярко такого, злотистого цвета, чистейшая просто. Вот живая энергия, прям, до гула. Вот вы физически будете ощущать гул энергии, вашей собственной энергии. Ко мне приходит, регулярно приходит дама, она работает в цепняковой галереи, я дал ей эту... А, мы каждый четверг устраиваем такой вечер медитации, и в одной из этих медитаций, я дал эту практику, они улетели после этой медитации, они порхали, знаете, у этой женщины просто ждет позвоночник, она прямо ходить не может, у нее там 77, у нее не складывалось, там два мужа было, ну, ну, эрмитажные работники, ну, это, извините, это эрмитаж, это такая клоак, там, там, да, они специалисты, очень высокого клоак, часто там работают, но, это болото, люди там, это болото, ну, ну, так вот сложилось, исторически, но труд, конечно, небольшой делал, и вот она из этого болота, и на следующий день она не пишет, говорит, вот это состояние сгона и энергии, у нее до сих пор, то есть человек ушел, проспал ночь, казалось бы, тело должно уже криво гнуть, адаптироваться вот к этой энергетике, на следующий день она носилась, как угорелая по всему унитажу, и переел на дел, за неделю вперед, и все это будет связано, в первую очередь, я имею вот эту большую часть практик, в первую очередь, будет связано, вы знаете, что у нас, ну, общепринято, 7 энергетических центров, на самом деле, их там, что-то порядка 250, но такие основные 7, я бы сказал, основных вообще-то 13, ну, привыкли 7, ну, ладно, 7, не будет 7, не нужно, дальше увидите сами, если захотите, и все остальные, мы будем каждый день посвящать одному центру, мы будем каждый день прорабатывать один центр, ну, первый день, если мы будем работать с первым центром, второй мы будем работать сначала со вторым, а потом с двумя вместе, в итоге мы придем ко всему вот этому столбу, мы его проработаем так, что вы, ну, если даже не захотите, все равно их все почувствуете, и вы увидите свои собственные, свои собственные изменения, по этой технологии можно работать со всем, что касается здоровья, не знаю, девушки обычно заморочены на лишнем весе, да, легко, там, что еще, там, мужики заморочены на толщине своего кошелька, мало зарабатывают, тоже можно работать, это это так скажу, это результат всех лет моей работы, я в моей практике, я начинал давно-давно с так называемой эзотерики, вообще-то на самом деле из 12 лет, я уже, в 12 лет я уже строил свои собственные миры, то есть, и сколько себя помню, люди всех возрастов, почему-то всегда, во все времена моей жизни, приходили и спрашивали совет, а что сделать так, и как это сделать, и что, что можно изменить, и поворотным плечом в моей жизни, почему я уж совсем плотно начал заниматься все этими вещами, была такая ситуация, я работал в лесу, в лесорубом в то время, ко мне подошел лесник, он по национальности латыш, был уже, и в тот момент, на тот момент, ему было 102 года, и он уже нынся на молодке, 65 лет, по вкупе говорит, слушай, Жень, у меня проблема, проблема, ты можешь любую проблему, я же такой опыт, проблема, какая проблема, с молоткой своей разобраться никак не надо, скажи, что-нибудь, ну, не рассказал, то есть, что-то происходит, я ему сказал, я не помню, чего ему говорил, а вообще, когда у меня сессия заканчивается, через 5 минут спросили, о чем, собственно, сессия была, я не спал, я ему рассказал, там, чего-то там посоветовал, то есть, не давал, что сделать, надо, предлагал, через несколько дней приходит, ну, встречаемся, в коморке, там, с афориком, все хорошо, и у меня что-то еще было, и я забросил все эти работы по найму, и ушел с пушником консультирования, психологию, у меня же куча образований всяких, и высших, и не высших, аттестатов, и сертификатов, и дипломов, там, добрый лиц, огнешок, вот эти, т.к. хеллинг, и РПТ, тоже прошел от начала до конца, ну, в силу своей специальности, что ли, таким, как я, нужно, Наташа, не расслабить, нужно постоянно держать руку на пульсе, отчего новеньким появляется в гибе, и, опять же, сегодня с Наташей разговаривали, делали отношения, сколько можно учиться, про все это, все свои знания, весь свой опыт, надо вот, как-то уже отдавать, отдавать, ему нужно отдавать, и сколько уже, мы второй раз помогли, мы с этим иногда, да, второй раз, позапрошлый раз туда приехали, с Наташей разговаривали, решили, что нужно создать все-таки такой, некий собирательный тренинг, семинар, в котором будет основировано самое ценное, самое простое, самое эффективное, из-за того, чтобы у вас есть доктор. вот это и получился вот такая вещь. На самом деле, вы не пугайтесь, семь дней, восемь дней, все это будет происходить, это просто, это просто, как стакан воды выпить. Это может показаться сложно, когда вы не знаете, как к этому подойти, и что с этим сделать. а когда вы увидите, почувствуете, и получите результат, для вас это станет, как стакан воды попить утром. Будет встать, да? и лет 10 уже точно, у меня появился такой триггер. Есть такая пословие, с ней заблитая велосипед. Он уже заблител. Все в этом мире просто. И если идет какое-то усложнение, то это неправильно. А наш мозг, он такой хитренький, он начинает придумывать, да, проблемы, потом, и совместно, начинает решать эту проблему. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это игру ума, мы будем модернизовывать, и уходить на прямой проработку того, что нам интересно, сейчас нам хочется расстаться, и чего нам хочется изменить. Это будет в этом самом 8-ми днем отходить. А на последние дни у меня есть сюрприз, который ничего не приводит. Ну, вот это сюрприз. Тоже очень простой, очень эффективный. Нет, не скажу, я бы держу все равно, не скажу. Вот, я успел по времени? Да, ты успел, я даже немножко добавлю от себя, да, вот, ну, даже, чуть-чуть, пожалуйста. Мой взгляд, я знаю, здесь есть люди, которые не доверяют, кто-то, не знаю, смевается, кто-то как-то, ну, в основном доверяют, да. Наверняка, сталкивались с ситуацией, когда психотехника продается, например, дорогая, нас учат, все, и вас отпускают в свободное пламя, а потом, человек, вроде бы, и научился чему-то, а потом, что-то я перебил. Да. Я не сказал самое главное. Что для меня важно вообще в семинарах, когда я иду в семинары, для меня архив важно, чтобы человек выходил с наработанным навыком. вот это, если человек уходит вот таким, ненаработанным, я считаю, все, время прошло, моя цель, научить вас, показать вам, чтобы вы ушли, уже готовить, и чтобы вы вышли за паром, и уже самостоятельно, спокойно, это дело все применяли, и делали, что хотели. Прости, пожалуйста, я тебе перебил. Ты не перебил, ты сказала, то, что я хотел. На одной волне. Вот понимаете, чем прекрасен волков? Вот он настолько любит людей, что он занимается тем, что помогает им, каждому, прожить вот этот вот опыт, через себя прогнать, трансовый опыт, через себя. Более того, на семинаре он чувствует, и проживает ровно каждого человека. Если у человека где-то возникает затык, волков сидит, чувствует, как этот человек, и даже в образах называет, где у человека затык. Понимаете, в какой уровень профессионализма? То есть найти второго человека с такими способностями, вообще не реально. Ну тут может чего угодно, понтоваться здесь, да? Но когда ко мне обращаются за этим даже в индивидуальной консультации, на учения индивидуальных, я тебе говорю, Женя сегодня говорила, Женя, наша разница в том, что я сразу человеку говорю, иди и тренируйся. Потому что, понимаете, какой-то каждый, на самом деле прочувствовать проблему, а ведь здесь будут проблемы, то, что он называет задачами, да, и целями, а зачастую это болезненные проблемы человека. У кого-то по здоровью, у кого-то по отношениям, у кого-то в семье, у кого-то что-то. И человек, тренер, который проживает проблему каждого человека, чувствует, еще помогает раскрутить этот затык. То есть, это нереально сложно. Звучит просто семинар проживания. Точно так же можно, конечно, сходить на танцы, покрутить попы, и это тоже будет проживание. Понимаете, вот такой наш русский язык. И какое слово сюда вместо этого вставишь? Да никакой. Человек, который чувствует вместе с вами, который вместе с вами проходит, который вместе с вами находит вот эти затыки, который вместе с вами их разруливает, выводит, восстанавливает энергетику. Более того, у вас после семинара остается то, что называется жизненным опытом. Жизненный опыт, он необычайно важен человеку, особенно прожитый вот в таких вот стерильных семинарских условиях, потому что от него в дальнейшем отталкивается механизм веры. Необычайно важный механизм у нашей психики, который, по сути дела, является основным для формирования реальности. Вот то, чем я сейчас работаю на экспериментах, это как сформировать у человека жизненный опыт в парасомнабулической реальности, чтобы вернуть в эту реальность, чтобы не надо было здесь проживать боль, страдания и так далее, чтобы трансформироваться и оттолкнуться, двигаться дальше. Это вот та задача, которую мы на экспериментах ставим. А Волков на курсе помогает человеку пройти вот такую прививку, лайт-вариант, когда человек проживает это, имеет отталкиваться, у него это работает. И у него потом жизнь не получается, трансформируется, меняется и так далее. Поэтому, я сразу говорю, второго такого человека в жизни я не встречала, кто бы вот так мог и еще при этом любя людей. Вот реально любя людей, потому что не так много тренеров, которые искренне любят людей, и которые все время находятся вот в этом позитивном, высокочастотном состоянии, не проваливаются куда-то, в осуждение, еще куда-то, не делают маску принятия. Вот он на семинаре ничем не изменится, вот как он на презентации. И в магазине он ничем не изменится. Он будет вот такой же Жене Волков. Он будет в таких же протертых джинсах, в принципе, точно так же, как и я, да? А вот у нас... Состояние будет всегда позитивное, и это состояние всегда будет частотное. И он держать его еще поможет и вам осознанно научиться, для того, чтобы вы формировали свои другие событийные ряды, выбирали там, где наполниться они радостью, любовью, хорошими отношениями. Вот это же это же все в вас, да? Но этот механизм как-то надо запустить. Зачастую человек, когда он этого не осознает, где-то заваливается, но это все как? Это все через проживание, все только через личный опыт. По-другому не бывает. Вот, поэтому 10 дней Жени будет сейчас в Минске. Я люблю, когда Женя приезжает. Мне очень нравится с ним общаться. Машина лобарс начинает птичать. Да, он каждый раз, когда смотрит на мою машину, начинает ее критиковать и заставляет меня сменить на новых. Каждый раз я начинаю придумывать себе Новый год уже даже она приехала в ней. И каждый раз я осознаю, что она не моя, я люблю свою. Мне очень тяжело прощаться со старыми вещами, надо эти проработки. Но при этом реально те изменения, которые происходят и во мне, и в событийных летах, которые уже много времени проводим с ним потом и вместе. И в этот раз мы эксперименты вместе будем еще записывать, потому что мы на одной волне. И тут очень важно, что и Женя раскачивает, и Женя очень хорошо чувствовать умеет, и Женя очень хорошо с информацией работает. И это все. Ну, очень здорово, что он приехал в Минск, 10 дней будет. В вашем распоряжении. В моих руках. Пользуйтесь. В вашем распоряжении. какое-то количество часов будет в нашем распоряжении. Там есть отопление, там есть интернет, там все есть. Там очень комфортно. И чайники, и печенюшки, и все. Там комфортно по сравнению здесь. В прошлый раз, если бы у нас была большая группа, да, сколько-то, человек 15, наверное, большая группа была. Я тогда смотрела, как Женя работал, и я уже тогда готова была поставить ему памятник. То есть 30-15 человек прошло. Не говори, не говори, не говори. Вот. И это было вот в этом помещении. Ну, все равно ездить на обед, отвлекаться куда-то, ну, не столь комфортно. Там все рядом. Если надо будет как-то рядом, все рядом, да? Не, ну, мы опять же без обеда будем. Ну, захотите без обеда, значит, чайники, печенюшки. Да, там чайники, печенюшки очень вкусно, кстати, ему надо продать. Я надеюсь. Все, все будет отлично. Приходите. Стоимость семинара была фиксированная. Одна, это 700 долларов по курсу, да? Кажется, что это много, когда вы берете 10 дней с утра до вечера, понимаете объем, да? И когда вы берете, ну, стоимость, там, белорусских тренеров, когда 100 долларов в день, это, ну, средняя цена у белоруса идет, да, за семинар-тренинг. Тут понимаете, что это ниже и при этом достаточно высокого качества, и это все короткий промежуток в объеме, в интенсиве и так далее можно получить в Минске. То есть, если есть в жизни какие-то неразрешенные ситуации, которые вы хотите разрешить, и если есть желание научиться для того, чтобы работать с клиентами, вот сейчас и я, и вот мои девчонки, с кем мы работаем вместе в паре, да, мы в основном пользуемся техниками волка. То есть, у нас за плечами и татахилинг, и РПТ и так далее. Я люблю эти техники, все прекрасно, но получается, волков поглотил их. То есть, он намного шире. Поглотить их. Да, да. И знаете, в чем поглотил? Он завязал это с энергетикой. Он соединил ментал, энергетику и физическое тело. Если татахилинг, это чистый ментал, да, это с телом. А это работает чистый ментал. Потому что тело нам выдает жизнь. То есть, он, по сути дела, вставил и сделал классные ключи на то, чтобы это работало. Еще, чем отличается волков? Это тем, что он умеет доставать с психотехники из... из информационного поля. Из ничего. И он достаёт это на реально рабочие психотехники. По сути дела, это сейчас то, чем занимается наш проект. То есть, после того, как мы провели кучу тренингов и увидели, что американцы уже перепакуют психотерапию восьмидесятый в третий-четвертый раз в разной упаковке, продаются под разными названиями. Это стоит очень дорого. И нового ничего нет. Да? То есть, вот на сегодняшний день та же самая последняя фишка кинезиологии 300 направлений все перепакованы, ни одного нет. Я сидела специально рынок шерстила, чтобы что-то интересное найти. А оказывается, когда мы начали заниматься серьезно гипнозом и парасонапулизмом, да, психотехники можно достать бесконечное количество. И даже более того, под каждого человека индивидуально можно достать. И на самом деле это такие пласты огромнейшие, когда можно сделать все намного эффективнее и быстрее. Не надо садиться как в балбах. Понимаете? Но для этого надо тратиться в опыт и сохранение особенностей, умение расконцентрироваться на ощущениях и сохранить концентрацию внимания. И умение работать в этих состояниях. По сути дела, это все то, что тренирует локов на тренинге. То есть за один тренинг он вот это все в куче, в куче дел. И потом ты уже дальше раскачиваешься, но у тебя есть умение концентрироваться, умение работать в этих состояниях, умение держать эти состояния и все. За 10 дней он просто прошивается в человеке как в свой собственный опыт. Великолепный тренинг получается. Вот. Надеюсь, заинтересовало. В 8 часов. Я приношу свои председания. В 8 часов. У нас здесь отключен генератор. Осталось 12. Осталось лифты. У нас здесь есть лук, который видите на наших видео. За все сидят в шубах, да, и вот в таком состоянии при дневном свете. Так надо успеть убрать? Да, мы спокойно до 8 часов погибли. Потом он истребляет. Он выйдется во мрак. Вот. Так что приезжайте. Если едете общественным транспортом, то это станция метро Каменная Горка, оттуда 42-й автобус прямо. Если едете юбером, значит прямо к дому. Если на машине хорошая парковка, первый этаж, вход удобный. То есть пока на период с этим зданием у нас проблемы, с офисом проблемы, мы нашли лайн-заменитель. Тогда комфортно и удобно и тепло и не в чем в офисе. Ну, сам сам. Так что приходите. Спасибо большое, что пришли сюда. Во сколько? В 10 начала. С 10 до 6 режим будет плотный. Ну, вот, поверьте, это на самом деле качественная штука, которая подходит. Смеяться будет много. Думаю, будет хорошо. Бегом, я думаю, будет. Погершу, да? Надо, чтобы кто-то зажигал. Дело в том, что, понимаете, почему мы будем много смеяться? Потому что высоты частотных состояний, а это вот любовь. Любовь мы же не все умеют чувствовать, а радость мы все чувствуем. Поэтому мы будем вести все от радости выше. Работа будет здесь. Основная работа с информацией и с проработки будет здесь. И мы эти состояния будем учиться держать. Поэтому там бывает много когда вдруг ни с того не сел всплеск для того, чтобы вырвать состояние. И мы это все привыкать будем. Кто-то будет плакать в неделю. Плакать? Обязательно. А проблема как без слез. Вот он плачет и ржет. Ржет и плачет. И это нормально. Это нормально, это дает очень великолепная трансформация. И спину досталась. Сейчас, ты веришься. Дима, дуркает, правильно. Ну, надо, можно, 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 я тут еще покажу. Вот. Хорошо, спасибо всем, что собрались. Еще, ребят, вы не стесняйте приходить сюда по средам. По средам с 12 до 4 здесь проходят эксперименты. Я сразу это дело прорекламирую. Почему мне интересно, когда приходят новые люди, даже если человек не имеет достаточно транса опыта, мне интересно закидывать в определенное состояние, потому что ту же таблицу Коткова ее надо перепрописать для тех, кто не умеет грузиться. Потому что те, кто умеет грузиться, они на якоре уже падают в состоянии, по ним уже никакие физиологические реакции не снимешь. Понимаете? Поэтому новые тоже интересны. Кроме того, у каждого нового человека есть свой талант. Есть свой талант, который зарыт. И иногда человек не осознает, что мы же все родились с разными нейронными селятелями. Ура? Что талант скажет? Скажи. Две минуты. Это же тебя быстрее затмило. У меня есть один знакомый, уже в годах мужчина. Я как-то встретил его на рынке. Я рассказывал, слышал эту историю. Как-то встретил его на рынке, такой убитый, весь такой посиневший, такой опустился совсем уже. Говорит, что случилось? Уволили меня. А он работал астробастом механиком. А то следствие. уволили меня. Уроселывать на пенсию. А я же ничего не умею. Я ничего не умею. Я говорю, слушай, мне смородина нужна. Пойдем, ты мне птичку пирешь. А я знаю, что он выбирает вот вообще. Он так сразу ух, пошли. А его на рынке вот эти продавцы этих всех кустов боятся. Он как как медведь в последнем завте. Он не церемонясь, Он вот так вот через эти все кусты пролезает, пролезает, а там такие, я бы выбрал там, ну, красивые такие, а он лазил, 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 какой-то блинчик мне такой, достает смородинку такой, мари, говорит, ну, что, а это растить вообще будет? Вот на следующий год, ну, не на следующий, через год у тебя вот смородина вот такая вот, смородина вот такая, через год. Я говорю, слушай, а ты это, кроме своей этой штуковины, чем-то заниматься вообще, как это себе предполагать в течение дальнейшем? Он говорит, да я не знаю, опять так раз отпустился, да я не знаю, я же кроме гаев ничего не умею. Я говорю, слушай, ты мне выбрал сейчас смородину. У тебя там в этом самом дачном хозяйстве во всем этом все знают, что у тебя, если тебе придешь, ты дашь кустик, он будет расти где угодно, посади его на камень, он на камне вырастет. Он так раз глазами похлопал, 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 и говорит, ну, возьми там, вырасти у себя там пару кустиков, свиньи по своему дачному поселку, что вот там продают, там, вот эти кустики-то, и все, у тебя очередь выстрелится на пять лет спиделок. Он глазами смотрит на меня такой непонятный, ушел молча. А потом узнаю, он на этой даче поселился, устроил многоярусные грядки, выращивает кусты эти всяких там сортов, смородину, смородину просто, гений по смородину. Выращивает смородину, и у него очередь действительно на пять лет спиделок. То есть талант – это то, что мы не замечаем, то, что для нас самое простое. Вот о чем мы пошли? Да, да, да. Поэтому каждый человек, он уникален. И вот эту уникальность мы здесь пробуем расщупать, найти, чтобы человек ее прочувствовал. Через нее, через призму уникальности мы берем информацию, да, с информационного поля. И если нет расположенности, взять не можешь. Если нужна какая-то интересная информация, то она берется через интересного человека. Понимаете? То есть здесь идет везде уникальность. Поэтому чем больше людей приходит, тем больше интересуется, пробует, участвует и так далее, тем больше вероятность положительных наработок и результатов. Понимаете? То есть это задача… Ой, вообще задача в экспериментах – это управляемое зрение, но это большая задача. Так, это отдельный большой разговор. Не уложимся до восьми часов. Приходите.